Ежедневная 40-минутная пробежка в сосновом лесу позволяет полностью очистить легочные ткани от всех вредных веществ. Фиттоциды, выделяемые деревьями, настолько активны, что способны противостоять даже туберкулезной палочке. Однако утверждающие это люди вряд ли имели в виду такой лес. С раннего утра экскаватор и грузовая машина с многозначительной надписью «Мы делаем город чище», «Чище делали лес». То, что люди складировали несколько месяцев, техника убрала за два часа. Обошлась такая уборка городскому бюджету в 50 тысяч рублей. Но самое главное, все убеждены, ближе к вечеру мусор в лесу появится снова. А вместе с ним трупы домашних животных и отходы жизнедеятельности людей из этих кирпичных двухэтажных домов. Сюда носим. А куда носить? У нас убрали контейнер. Разговор был. Были у начальника, мы приезжали. Никаких зигов нет. Собирайте неделю и держите. Где будем держать? Золу высыпайте в мишки, представьте. Один из квартир вынеси золу два раза в день и поставьте все это на территории. Это представляете? Нет, что такое будет. Установить в своем дворе контейнер для сбора мусора эти люди не могут. Говорят, слишком тесно, да и пользоваться им будут все проезжающие мимо автомобилисты. Как вариант, предлагают бытовые отходы складировать традиционно в лесу. Ведь бак исторически стоял там. То, что свалки в зеленых массивах запрещены, их не волнует, как и судьба проживающих по соседству жителей частного сектора. И до однажды женщина с бараков вот здесь вот несет полное ведро дерьма и все вылила. Это самое прямо через дорогу прошла и меня давала. Я сказала, вы зачем выливаете? Вы уже пожилая женщина. Ну зачем это все делать? Здесь же ребятишки ходят и катаются на великах. Нет, она взяла, все равно вылила. Все ночные испражнения, ну там как, ну это самое, они выносят все вот к этому ящику. Мы им говорим, вы откачивайте их, потому что мы же откачиваем, у нас только центральное отопление, туалета тоже такого нету, туалета. Мы каждый год откачиваем, вызываем эти машины, эти ассанизаторские. Они ни один не откачивают. Все выносят сюда, вот рядом с баком, вот сейчас через неделю приехайте, проверьте, точно такая же картина будет. Ирина Ивановна живет в большом частном доме сразу за этим лесом. Говорит, для себя проблему с мусором решила. Отходы с огорода складируют в компостной яме, бумагу, пакеты сжигают у себя в бане. Уверяет, она не из тех, кто выносит ссор из избы. Мы с соседями выходим, каждый год делаем субботник. С этой помойки продул ветерок, весь лес опять завален, я вам про это говорила. Давайте вообще уберем отсюда помойку. Обсудить мусорную тему вышли около десятка человек. Но на поверку оказалось договора на вывоз твердых бытовых отходов нет ни у одного из них. Поэтому вердикт начальника управления по благоустройству, хоть и суров, но справедлив. И соответственно привлечь вас, 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 вас к административной ответственности. Однако сегодня никого к административной ответственности не привлекли. Всем жильцам порекомендовали заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов. Жителям на пусты поактивнее заниматься вопросами благоустройства, создавать инициативные группы и все-таки изыскивать возможности организации сброса сточных вод, сбора их, соответственно, их своевременного вывоза. Также наиболее активным борцам за чистоту леса предложили объединиться и поучаствовать в конкурсах на получение грантов. В случае победы появятся деньги на благоустройство зеленого массива. И тогда не свалки, а стадионы или детские площадки будут расти. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Новости ОТН.